Сегодня мы рассмотрим сервис с удивительно звучным названием, которое разработчики придумали как будто специально для захода на российский рынок. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. На самом деле название звучит скорее как оу-ей, почти как ой-вэй. На русский это можно перевести как ого-клёво. Хотя я боюсь, что если приложение приживется на российском рынке, называть его будут, что называется, как видится, так и слышится. И поэтому для делового общения это приложение, боюсь, не подходит. Хотя как знать. Пока регистрируюсь, а регистрироваться здесь обязательно скажу, что настолько сложного сервиса для видеоконференций я еще не встречал. Мне это напомнило Windows 3.11, где все нужные галочки необходимо было расставить, иначе не заработает. А какие галочки необходимы, не знали даже разработчики Windows. Ну вот тут то же самое с лишь оговоркой, что заработает, даже если не расставить все нужные. Галереи рабочих пространств. Возможно, придется перебрать несколько, пока не найдете свое, подходящее. Но все они в любом случае работают, и подходящесть определяется исключительно внешней привлекательностью. Возьмем, например, караоке. Импорт — это значит загрузить к себе, ну как бы установить в свой аккаунт. Можно нажать explore, то есть сначала посмотреть, а потом уже импорт, если понравится. Разрешить использовать микрофон и камеру. Да, приложение браузерное, ничего устанавливать не нужно, но в этом его и недостаток. Под Android все очень криво работает. Ну то есть открывается в браузере и не масштабируется, по крайней мере у меня. Join Now и вот о чем я говорил. Вот это вот все, что вы видите, весь этот ужас, который больше похож на After Effects CS 6.0 — это просто настройка окна приветствия, который будет встречать ваших коллег. Самое простое здесь — это просто удалить ох-яй. А дальше вот эти вот кнопки — это объекты, которые можно добавить в окно приветствия. И вот так вот мы можем открывать и закрывать боковые панели. А боковая панель, например, правая — это не просто боковая панель, а настройки всего этого. То есть, например, можно поменять прозрачность фона. И вот это вот все — это просто настройки. Но не спешите закрывать видео. Постойте. Я скажу, что при всем при том мне приложение очень понравилось. Сейчас, пока я тут настрою окно приветствия, расскажу чем. Настроек здесь очень много, но прибегать к ним совсем не обязательно. Свои основные функции приложение выполняет по умолчанию. В целом оно достаточно милое и забавное. Возможность перемещаться по комнатам и зазывать за собой собеседников очень даже полезно. Качество связи неплохое, расшаривание экрана есть, приложение бесплатное. То есть в принципе есть все, что нужно и оформлено очень забавно. А наличие огромного количества настроек чаще помогает, чем вредит. Да и разобраться с ними в принципе можно. Так, вы находитесь в редакторе. Это промежуточная фаза. Это, собственно, play. Ну то есть рабочее пространство. Нажимаем войти. Окно приветствия, кстати, есть не во всех рабочих пространствах. И вот оно, само заведение. Все в принципе просто и понятно. Это я. Могу вот себя двигать, могу включить камеру и общаться с включенной камерой. Тут же я могу включать редактирование и добавлять элементы оформления. Но это пока лишнее. Эмоции, всяческие смайлики и чат, ну скорее выражение эмоций вербально. Ну точнее не вербально, письменно. Выключить камеру. Выключить микрофон. Расшарить экран с возможностью расшарить окно. Скромные настройки. Действительно очень скромные. Запредельно скромные по сравнению с тем, что откроется дальше. Здесь у нас копилинк, то есть пригласить участников. И вот уже полный список настроек. Чтобы вас не пугать, я не стал открывать все. Ну в общем все, что капслоком содержит кучу дополнительных параметров. Поэтому закроем настройки. А вот это уже прикольно. Это комнаты. Тут их всего три. Но в других рабочих пространствах их может быть гораздо больше. И вы можете по ним перемещаться, а следом за вами могут перемещаться ваши коллеги. Аналог комнат в Zoom, но с простой логистикой. Причем вы можете перемещаться не только между комнатами, но и в пределах одного пространства. Опять же захватив с собой кого-нибудь из гостей. Ну и пора бы уже этих гостей зазвать. Хотя бы одного. Копилинк. Отправляем любым удобным способом. И у нас в караоке бар появляется Илья Обломов. Правда он зашел не в ту комнату. Можно сходить за ним и пригласить обратно. Типа я его пригласил. Вернулся. И он вернулся следом. Тоже отключил камеру. И вот мы вдвоем в караоке баре. Можем общаться, отправлять смайлики, расшаривать экран. Ну собственно дальше все как везде, но есть тут ряд тонкостей и интересных нюансов. О которых я расскажу пожалуй в следующем видео. Поскольку приложение еще раз мне понравилось, а уместить его в один скринкаст ну никак невозможно. Трудно сказать, смогут ли такие ухищрения нивелировать проблемы с усталостью от онлайн общения. Онлайн пространство раскрашивают, а счастья нет. Все любите друг друга и даже в онлайн пространстве все равно любите друг друга. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.